привет всем у нас сегодня воскресенье и мы как всегда куда-то едем и сегодня мы хотим найти тюльпановые поля у нас провансе они цветут целыми полями не знаю дастся нам это сделать или нет но погода на сразу у нас сегодня красивое синее небо прям синее не голубое а синие есть немножко вот здесь вот тучек они тоже очень красивые белые но вчера и позавчера был дождь поэтому мы думали что сегодня наша поездка сорвется но вот так вот все сложилось и мы выезжаем и я вам буду включать наверно по дороге буду что-нибудь если будет интересное по дороге чтобы вы видели какие ландшафт и мы будем проезжать я вам буду включать и буду показывать что-то мы едем сторону моноска сторону лишь пишется люкс такие указатели по дороге на гренобль на габ это там где снежок я не знаю сейчас есть сына нету в гренобле а и в габе снега габи нету но в резуле выпал очень большой снег уже как такая погода весенняя вообще не хочется наложить на вам хочется наложить и вот наперчу и тоже тут все конечно же в соснах очень красивая сегодня небо с такими белок белок серыми облаками ой какие возле моноска черные тучи да вон не носку же мы подъезжаем к моноску и мы остановились посмотреть канал мы никогда еще не останавливались только так с машины смотрели это тот канал который снабжает марсель водой мы увидели просто машина припаркованную я так понимаю это рыбак и мы остановились посмотреть как же канал выглядит сблизи я всегда всю жизнь купалась на каналах но на канале который в крым снабжал водой вот такой вот канал кстати очень даже похожий мы всегда летом когда ездили в крым купались в этих каналах крымских но здесь я думаю купаться запрещено ну хотя и на крымских тоже запрещено но мы купались и вот там вот уже мы подъезжаем к моноску но эти тучи конечно очень черные а здесь смотрите какое небо девочки посмотрите какая же это красота какой цвет бордовый фиолетовый розовые желтые там в конце оранжевые боже как же это красиво я не ну вот слово красиво и боже какая красота наверное будет преследовать вас в этом видео но по-другому я не могу говорить не могу выражаться потому что это действительно нереально красиво просто нереально 120 километров от нас находятся эти чудесные виды просто неимоверные как французы говорят и нормы посмотрите тут очень мелкие но очень красивые смотрите красота а вот эти бордовые я просто я даже не представляю какие они он там мой юный блогер снимает ребята это не красный цвет это бордовый просто обалденный аж бархатный посмотрите просто ой смотрите как красиво один тюльпан растет выбился из колеи вы представляете какая работа все тюльпаны должны быть все луковицы по отдельности сложены потому что они все не должны перемешиваться тут вот фиолетовые тюльпаны очень красивые и знаете ряды могут быть не до конца видите вот там вот идут сначала бордовые потом оранжевые и желтые то есть переплетаются ряды тут белые эти срежут уже прямо этой неделе это точно потому что они уже перед цветают посмотрите аж кучерявенькие эти очень красивые дальше еще не ярко фиолетовые а там ярко розовые два года подряд на одном поле не высаживают тюльпаны и поэтому навряд ли в следующем году здесь будут расти тюльпаны они будут расти в этой же окрестности но совсем на другом поле я хочу подойти ближе к этим розовым тюльпаном это такой яркий красивый цвет вообще здесь очень красивые цвета то поле которое мы сейчас были там обычные да там белые желтые но здесь очень насыщенные цвета очень красиво цвета между собой настолько сочетаются красиво получается такая пестрая полосатая ткань идем к этим розовым тюльпаном я так понимаю буду сейчас опять такие знаете серединкой тюльпанчики похожие на розы или на пионы да вот они с остренькими кончиками боже как красиво петушки поют ослик там кричал но ослик конечно кричит страшно если ночью услышать и не знать что это ослик то это очень страшно так мы помыли уже свои кроссовки но сейчас опять у нас вчера как я вам уже говорила дождь был давайте посмотрим как называются эти тюльпаны они написано наверно с той стороны а вот эти розовые они настолько яркие красивые эти маленькие тюльпанчики и уже у них будут цветы они будут цвести посмотрите какая красота как нам повезло мы сняли уже два поля тюльпанов и пустился дождь но я вам сейчас чутью тюльпанчики сниму дождем красота просто неимоверная русские Везде, везде русскоязычные. Приехали, поднялись, вернее, в город Люх. И здесь такие красивые виды. Мы хотим сесть где-то в кафе, выпить кофе, чай. Может быть, есть какой-то десерт, а может быть и салат какой-нибудь есть. Очень красиво здесь сверху. Здесь такие вот старые дома. Мы сейчас походим по улочкам. Вернее, сначала, наверное, найдем все-таки ресторанчик, потому что надо нам куда-то сходить. Смотрите, здесь продается дом. Тише, я одешь? Так, давай без комментариев. Смотрите, какие здесь красивые домики. Покажи. Так, смотрите, с тех пор, как мы здесь не были, здесь очень много всего продается. Деревушка туристическая, так как в эту деревушку приезжают и те, которые приезжают на тюльпановые поля, на поля пионов, на поля лаванды. Поэтому, ну, деревушка, в принципе, интересная. Очень такие аутентичные старые улицы. И посмотрите, как похолодало. Владик приехал в шортах, ходил себе нормально в шортах. А теперь он одел куртку, и я одела и кардиган, и пиджак. Даже два. И хожу себе, даже не жалею о том, что в двух. Посмотрите, какие красивые здесь старинные. Из камня, видите? Вот она, тачка. А, вот она, тачка, с которой ты фотографировался, Тёмка. А, и вот здесь красивые. Вот ты можешь поднять. Красивые кусты цветут. И тут вот этот дом красивый такой. У него ставни такие старинные. Розы цветут. И розы тогда цветут. А здесь это старинный дом, смотрите. Да, да, это старый вход. Но туда нету входа сейчас. Очень красивые такие старые балки. Ну, вообще, здесь всё так красиво. Я очень люблю вот эти старые дома. А там вот звонится. Там колокола. А здесь, я так понимаю, церковь старая, старинная. Часы. Можно зайти? Проходы такие интересные. А мы ищем кафе, потому что мы уже просто задубели. А ещё же этот, по-моему, здесь что-то продаётся. Смотрите, там домик. Да, в прошлом году, когда мы здесь были, было очень тепло. Ну, просто сегодня дождь. Сегодня, вчера. Что он для меня? Йога. А, йога? Да, спасибо. Я приеду сюда на йогу обязательно. Так, мы вышли к кафешкам. И к бутикам. Но я не знаю, или тут внутри можно сидеть. На улице мы сидеть точно не будем, потому что холодина страшная. И я вам покажу поля отсюда, сверху. И вот там. Чем? Чем? А на улице. А, нет, на улице мы сидеть точно не будем. Ой, смотрите, как здесь люди живут. Давай, посмотри, как хорошо делают. Вау. Люди живут вот так как-то здесь. А, вообще, это бестро. Пойдёмте, может, там можно... Вот там люди живут на террасе. Ну да, люди живут наверху. Смотрите, как красиво. Да, вот там уже сядем. Так, всё, у меня уже заканчивается зарядка. Ой, это продаётся. Люди продают, я так понимаю, и уезжают отсюда. Потому что здесь только в туристический сезон, конечно, можно что-то делать. А так, мы зашли в церковь. Церковь очень старая. И там прям всё такое старое, и пахнет очень сильно плесенью. Так, я выключаюсь, потому что у меня уже всё полностью разрядился телефон. Если бы была хорошая погода, мы бы сидели в этом, называется, там очень зло. Так, мы сидим в кафешке с таким вот великолепным видом. Мы очень высоко, я не знаю, наверное, не очень понятно. Вообще непонятно, существенно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!